Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам, что же делать, если ваши томаты выросли точно такими же лделдюками, как у меня за спиной. В теплицах в защищенном грунте, в любительских теплицах, традиционно выращиваются сорта более позднего срока созревания, с большими требованиями к теплу и, соответственно, вот такого вот габитуса, то что называется, то есть высокие с индотерминатным ростом. То есть рост их будет идти до тех пор, пока условия этому благоприятствуют. И, конечно, когда теплица ограничена по высоте, они упираются верхушками вверх, и тогда непонятно, что с этой верхушкой делать. Разбирать надо теплицу или что, или каким образом ограничивать их рост. Понятно, что в Беларуси с нашим таким достаточно коротким летом и короткими благоприятными условиями для выращивания томата разбирать крышу теплицы абсолютно нет никакого смысла. Просто потому, что пройдет еще 3-4 недели, и сезон томата, можно сказать, будет завершен. Конечно, может быть теплая осень, но, как правило, у нас теплые дни, ночи всегда холодные. И это способствует развитию различных болезней и скорому прекращению культуры томата. Поэтому нижние кисти, 5 кистей, 5-6 кистей в защищенном грунте являются вполне себе таким оптимумом, чтобы ожидать их созревания и сбора с них максимального урожая. Поэтому, конечно, продолжать вот эту культуру томата до бесконечности вверх нет никакого смысла. Самым правильным решением в этой ситуации будет обрезка верхушки. Но обрезка, посмотрите, не так просто. Вот не просто обрезал и оставил, а здесь в обязательном порядке нужно оставить пасыночек. Ни в коем случае его нельзя удалять. Ему надо дать расти. Для чего же это необходимо сделать? Почему надо вот так вот взять и отчекрыжить под вот эту кисть? Ну, видите, середина июля. Вот эта кисть еще цветет. В принципе, она имеет некоторые перспективы дать нам, ну, пускай не полностью созревшие, но хотя бы бурые плоды, которые можно будет положить, дозарить, или же можно будет закатать. Ну, есть очень много рецептов с зелеными томатами, даже очень вкусные. Поэтому вот так вот надо обрезать и оставить вот здесь вот в пазухе, чтобы отсюда начнет расти пасынок, и он должен обязательно расти. Для чего необходимо вот таким вот образом оставить этот пасынок? Это необходимо сделать для того, чтобы у нас не прекратилась подача питательных веществ вот сюда вот, вот в эту самую верхнюю кисть, а также в кисти, которые лежат немного ниже. Почему? Потому что именно рост вот этого пасынка будет способствовать тому, что корни будут нагнетать питательные вещества в растения, и они получат достаточно полное питание и для вот этой кисти, и для вот этой, которую мы ожидаем как последнюю. Ну, кто-то скажет, вроде нет никакой логики, но для чего нам срезать вот здесь эту завивавшуюся верхушку? Для того, чтобы оставить здесь пасынок, который через некоторое время тоже отрастет и будет вот точно так же крепко завиваться. Но вся хитрость этого метода, вот обрезки вот этой верхушки, состоит в том, что уровень питания, который затрачивается на рост верхушки, вместе с вот этими кистями, которые уже не дадут нам урожая, нет шансов, что урожай на этих кистях созреет и будет достаточно полноценный. Вот количество питания, которое идет сюда, гораздо в разы, в разы, в разы больше, чем вот в этот самый пасынок. Таким образом, с одной стороны, мы оставляем работу то, что называется верхнего насоса, и с другой стороны, мы не забираем питание на рост вот этой верхушки очень мощной, но мы оставляем здесь вот эту поверхность, которая испаряет влагу, которая нагнетает питательные вещества, работает как верхний насос, для того, чтобы обеспечить, обеспечить хорошее питание вот для этих вот завязей, для образующихся томатиков. Поэтому здесь, в Беларуси, да и по всей умеренной зоне, мы уже сейчас, в середине июля, ну, может, ближе к концу, должны определить ту последнюю кисть, на которой будут формироваться плоды, и, соответственно, подрезать верхушку, и таким образом, чтобы там начал развиваться пасыночек, и этот пасыночек будет верхним насосом, который будет качать питательные вещества, в вот эти вот развивающиеся плоды, которые дадут нам вполне хороший и полноценный урожай. Что же, как видите, процедура эта абсолютно несложная технологически, выполнить ее очень легко, но есть один нюансик, который надо не упустить, и он позволит вам получить очень хороший урожай. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok